Вся эта армянская апостольская церковь. Что касается нашего поведения в этой ситуации, ну, я не хочу подробно делать анализ, но я считаю, что дело не в каких-то наших действиях или вмешательстве прямом, не об этом речь. Речь должна идти о нашей принципиальности. Любая политика, на самом деле, она должна быть, особенно на Кавказе, принципиальной. Каждый день пребывания господина Пашиняна у власти это унижение России на Кавказе и на всем Востоке. Потому что он, не стесняясь после встреч с нашим президентом, оскорбляет Россию, возлагает на нее вину за все то, что он натворил. Он пытается гнев армянского народа перебросить на Россию. И надо сказать, что у определенных людей это встречает понимание. Там, в Армении. И рейтинги России на этой почве падают, потому что Россия нас бросила, это Россия во всем виновата. Это ложь. Благодаря России вообще Армения имеет государство. Она сохранила Россию, Российскую империю, Советский Союз. Вы сказали, что нужно быть принципиальным. А вот что это значит на практике? Ну это значит, надо, мне кажется, ясно дать понятие. Собственно говоря, мы, видимо, перешли к этому, раз мы отозвали своего посла сейчас из Армении. Надо ясно дать понять, что мы видим подлинные намерения господина Пашиняна. Они уже все общеизвестны. Он же наговорил с три короба в западных столицах. Он в 22-м году заявил о том, что, вы знаете, Армения не заинтересована в победе России на Украине, потому что вот тогда восстановится Советский Союз, это не план Армении. Это он сказал в западных столицах. Ну невозможно на самом деле строить прочные отношения с любой страной, даже находящейся с вами в союзных отношениях, если там в правительстве, правительство вдохновляется идеей разорвать с вами отношения. Именно этими идеями он вдохновляется. И чего тогда нам делать вид, что мы на самом деле это просто милые бронятся, только тешиться. Не надо в этом случае мямлить. Мне кажется, надо совершенно четко, определенно определить, что да, мы не вмешиваемся во внутренние события, мы не имеем права навязывать армянскому народу что-либо, но мы совершенно четко даем оценку тому режиму, тому правительству и тому премьеру, который там сейчас находится. Генерал, есть у нас какие-то механизмы, также четко и принципиально сказать Соединенным Штатам и Евросоюзу, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела Армении и Грузии? Вы знаете, ну мне трудно сказать, насколько, так сказать, Россия, естественно, Армения наш союзник по ОДКБ, там есть наше военное присутствие, там есть наша база, мы охраняем армяно-турецкую границу, хотя уже из пункта пропуска в аэропорту они нас попросили, то есть они нас обвинили, естественно, во всех грехах во время последней их войны в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, более того, последнее заявление Пашиняна о том, что он знает две страны, которые, так сказать, обеспечили победу Азербайджана и сделали все, чтобы Армения проиграла. И столица их начинается на букву «М», он сказал, о чем у нас почему-то не говорят. Да, вот этого я не знал. Ну вот видите, ну естественно, это Москва и Минск, это других столиц просто нет среди членов ОДКБ на букву «М». Поэтому, конечно, ведет он себя вызывающе, я полностью согласен с Константином Федоровичем, и нам что-то нужно предпринимать. Другое дело, я не очень, так сказать, глубоко разбираюсь в экономическом положении, но, по-моему, наши экономические позиции в Армении очень сильны, и если мы уйдем оттуда экономические, то я не знаю, как они будут существовать, на какие деньги, на какие, так сказать, ресурсы, но только что на Турцию полагаться, но это будет последняя, так сказать, точка. Возвращаясь к вашему вопросу, ну, мне кажется, что вряд ли мы будем, так сказать, ставить ультиматум Соединенным Штатам по Армении. Тем более, что Соединенные Штаты, там в основном, Франция себя почему-то, так сказать, очень активно ведет, ну, наверное, исторически просто. Вы знаете, мне много лет, я не верю в ультиматумы, я верю в добросовестные предупреждения. Ну да, это нет, ну, добросовестное предупреждение, я думаю, что вот добросовестное предупреждение Россия может сделать Соединенным Штатам, ну, хотя, конечно, сейчас я вот недавно просто общался. Соединенные Штаты сейчас не на переднем крайне этого противостояния. Вообще сейчас разговор идет не столько даже об отношениях, с кем они должны быть лучше, сколько о том, что правительство Армении придает интересы самой Армении. Отдает территории, которые армяне считают своими. Преследует людей, которые выступают за это. Более того, я знаю, что даже настаивает, что президенты Нагорного Карабаха, арестованные в ходе событий 2023 года, продолжали оставаться в Баку, чтобы они их не выпускали. Есть у России экономические рычаги или нет в данной ситуации? Материя определяет сознание. Самый большой товарооборот Армении с Россией. И, очевидно, если этого товарооборота не будет, экономических взаимосвязей, и, кстати, диаспора огромная, армянская, и она имеет очень хорошие связи и помогает своим родственникам в Армении. Поэтому уверен, что материя определит все. И Армения вернется к нам, и Грузия вернется, потому что экономические выгоды, финансовые выгоды, благосостояние людей будет зависеть от того, как они плотно взаимодействуют с Россией. Причем это показывает сейчас Азия. Казахстан развивает отношения, Киргизия, Узбекистан. Вот только что президент был в Узбекистане, и подписали кучу соглашений, которые будут развивать наши отношения. Товарооборот в прошлом году 11% роста Узбекистана, уже в первом квартале 20%. И с Индией почти в два раза в прошлом году вырос товарооборот. То есть вот такое взаимодействие, которое основано на интересе, оно и будет определять сознание людей. Конечно, политики влияют на эту ситуацию, но все-таки в перспективе, чем Россия будет крепче экономически, тем больше стран будет желать с ней дружественной отношения. Спасибо.